Расстрел в Забайкалье. Не надо делать из убийцы 8 человек жертву обстоятельств. Армии и войны. Криминал 1 ноября 14.42. Расстрел в Забайкалье. Не надо делать из убийцы 8 человек жертву обстоятельств. Никто не пробовал спросить у вдовы капитана Евсеева, что она думает о рядовом Шамсуддинове, который убил ее мужа. Виктор Сакюрка. Комментарии в просмотров 8668. На фото, Рамиль Шамсуддинов. Справа, фото, МИГ-41, Телеграм. Жизнь российской армии сейчас как бы разделилась на две половины до Шамсуддинова и после Шамсуддинова. Это самая обсуждаемая в обществе тема, где на второй план отошли масштабные учения, ракетные пуски, действия военной полиции в Сирии. На слуху лишь имя рядового, который 22 октября расстрелял в карауле своих сослуживцев двух офицеров и шестерых солдат, двух еще ранил. Случай беспрецедентный не только для нынешней армии, но и вообще в последней истории вооруженных сил таких жертв в мирное время давно не было. «Катастрофы на флоте сейчас в учет не берем». И откуда-то из небытия всплыло подзабытое, но по-прежнему страшное слово «дедовщина», которым мамы пугали детей. Мы как-то уже привыкли за последние годы, что неуставные взаимоотношения, ту самую дедовщину удалось выкорчивать из армии и сдать в архив как проклятое наследие. Вроде как и все предпосылки для казарменного хулиганства устранили. Срок службы теперь один год, где разница между салагой и дембелем составляет всего шесть месяцев, что как-то сравняло между собой призывы. Кардинально изменились и условия службы, когда солдат занимается в основном исключительно боевой подготовкой, а не ходит в наряды по кухне, не красят траву перед приездом начальства и не вкалывает на грядках и стройках этого начальства. Созданы хорошие бытовые условия, качественно улучшилась и разнообразилась солдатская еда. В общем служба в радость, да и количество военнослужащих по призыву постоянно сокращается за счет увеличения числа контрактников. Жака Ширака, чья Нормандия Неман убивала сербов, смерть настигла точно в срок. Сербский суд дал ему 20 лет тюрьмы за бомбардировки Белграда, и этот приговор оказался пророческим. И все-таки закрадывался червячок сомнения все ли так благополучно в российских воинских частях за лубочной картинкой, которую качественно рисуют Минобороны. Можно не сомневаться, что с боевой подготовкой в армии все обстоят благополучно вооруженные силы вышли на качественно новый уровень как по техническому оснащению и вооружению, так и по обученности личного состава. Солдаты занимаются своей главной задачей и учатся Родину защищать. Однако армия это все же большой мужской коллектив, в котором возможны конфликтные ситуации между военнослужащими, как на бытовом уровне, так и за выполнение служебных обязанностей. Есть еще такой банальный повод типа «ну, не нравишься ты мне», как правило, он возникает у старшего по званию, как правило, у офицеров по отношению к подчиненным, которых называют нерадивыми. Можно предположить, что подобная ситуация могла сложиться и в подразделении, где служил рядовой Рамиль Шамсуддинов, которого, как пишут, не взлюбил непонятно по какой причине его командир старший лейтенант Данил Пьянков. Впрочем, если судить по отзывам ранее служивших в этой части солдат, этот офицер не отличался особой порядочностью и прежде требовал купить ему еду перед заступлением в караул, постоянно всех унижал. То есть в данном случае это не дедовщина в классическом ее понимании, когда старослужащие издевается над молодым солдатом, а именно неуставные взаимоотношения, которые остались вне поля зрения командования воинской части. К слову, ВЧ-54160, в которой произошел трагический инцидент, является ремонтно-технической базой РТБ, которая эксплуатирует ядерные боеприпасы и в нее существует достаточно строгий отбор даже для военнослужащих срочной службы. А вот офицера с плохой репутацией почему-то просмотрели. Именно версия дедовщины стала основной темой, которая обсуждается в соцсетях и ряде СМИ в связи с расстрелом сослуживцев Рамилем Шамсуддиновым. Других причин почему-то не видится, и хотя комиссия Минобороны под руководством за министра начальника главного военно-политического управления ВСРФ генерала Андрея Картополова еще не сделала окончательных выводов по причине трагедии в Забайкалье, армии поставлен страшный диагноз «дедовщина». Нашлись и свидетели многочисленных издевательств над солдатом, появилось видео с маканием головой в унитаз, которое оказалось фейковым в Син признал в нем сюжет, который имел место быть семь лет назад в колонии в Свердловской области. Доподлинно утверждать, что же именно послужило поводом для стрельбы солдатам пока нельзя то ли его спровоцировали действия офицера, то ли в подразделении, а это группа быстрого реагирования, действительно могли быть случаи неуставных взаимоотношений и отношений. Однако факт остается фактом в армии убиты 8 человек, а это серьезный удар по ее престижу и, что немаловажно, возможное изменение общественного мнения об армейской службе. Если вспомнить начало 2000-х, то тогда за первые два года произошло 10 резонансных расстрелов в армии, внутренних и пограничных войсках, 38 погибших и десяток раненых. Среди них был и генерал Сергей Баев, которого решившие дезертировать солдаты расстреляли в пригороде Читы, когда он попытался их остановить. Отцы-командиры объясняли такую склонность к открытию огня на поражение большей частью негативным влиянием улицы. Мол, в армию приходят новобранцы, которые уже морально готовы убивать, насмотрелись всяких боевиков, где за одну серию погибает бесчисленное количество людей, и потом, не раздумывая, хватаются за оружие при возникновении любой маломальской критической ситуации. Армия тогда представлялась исчадиям ада, и идти служить мало, кто хотел добровольно по данным военкоматов в розыске тогда числилось более 2000 призывников-беглецов. Ситуация с дедовщиной в армии заметно исправилась к нынешнему времени, служить стало гораздо безопаснее, да и престижнее. И вот рядовой Шамсуддинов, который всю эту положительную динамику напрочь разрушил несколькими очередями и восьмью трупами за спиной. Как ни странно, у Рамиля нашлись защитники, которые оправдывают его действия именно как противостояние армейскому произволу. В сети даже появилась петиция, причем не одна, под лозунгом «Свободу Рамилю Шамсуддинову». В одной из них, где уже более 50 тысяч его сторонников, говорится, считаем, что Рамиль Шамсуддинов является жертвой обстоятельств и не должен нести пожизненное наказание. Человек был в состоянии аффекта и не отдавал отчет о своим действиям. С дедовщиной нужно бороться почистую. Вся вина лежит на государстве, которое не хочет бороться с беспределом в армии, а также на командирах части, где эта дедовщина процветала. Миллионы беженцев вырежут европейцев, как стадо баранов политолог Сатановский обещает большую резню из-за огромных волн мигрантов. Все в итоге решит суд с учетом вины и, так скажем, смягчающих обстоятельств. В любом случае солдата что-то толкнуло на совершение преступления. По его, цитируем, словам хотел застрелить только одного офицера, а итог восемь трупов. Два офицера, два контрактнику и еще четыре таких же, как он солдата-срочника, среди которых были и его друзья или как минимум приятеля. За что? Состояние аффекта? Шамсуддинов расстрел спланировал заранее, обдумал его и, взявшись за автомат, убивал сослуживцев целенаправленно, добивая раненых прицельными выстрелами в голову. Добивал. Это не спонтанный выплеск эмоций, когда нажал на курок автомата и выпустил очередь, не разбирая, в кого полить от пули. Даже убийство офицера, который, как пишут, мог унижать достоинства Шамсуддинова, не оправдывает его действия. Сейчас есть возможность сообщить о любых нарушениях высшестоящему командованию, военную прокуратуру. Рамиль, надо полагать паренек гордый и независимый, решил сам поквитаться с обидчиком. Сейчас его пытаются выставить некой жертвой и оправдать неадекватные действия некой защитной реакции на унижение. А вот никто не пробовал спросить у жены капитана Евгения Евсеева, оставшейся с маленькой дочкой, к Евсееву у Шамсуддинова, по его же словам, претензий не было. У родителей, жен, подруг, друзей тех солдат, которые безвинно полегли под пули Мирамиля, оправдывают ли они такой поступок? Не надо, не спрашивайте, оправдать массовое убийство нельзя. Военное обозрение, Иван Папанин станет камикадзе, если постарается потопить Рональда Ригана. Военные новости, Газдеп, Россия навязывает зенитные ракетные системы СИИ-400 по всему миру.